Всем привет, с вами Криптопанточка и вы на канале Двоичный Код. Сегодня мы поговорим о таком проекте, как Кубе и поговорим о основных типах кошельков, структуре криптовалютного кошелька, факторе преимуществ обмена криптовалюты и немного поговорим о самом проекте. Основные типы криптографических кошельков это холодный криптокошелек, аппаратный, криптобумажный кошелек и местный кошелек. Холодный кошелек это тип холодного криптовалютного хранилища, в настоящее время он считается самым безопасным способом хранения и он разделяется на два вида кошельков. Это аппаратный кошелек, например Ledger, Trezor, KipKey и многие другие. И эти инструменты предоставляют локальные закрытые ключи, где генерируется возможность их передачи куда угодно. Защищенный чип специально используется для защиты системы от разрывов и вирусов. Транзакции подтверждаются пин-кодом и генерируют специальная мнемонстическая фраза для восстановления доступа к кошельку. И второй тип это криптобумажный кошелек, это открытый биткоин адрес и закрытый ключ, напечатанные в виде QR-кода и комбинация цифр и букв. Кошелек производится спецслужбами. И также местный кошелек это безопасный метод хранения криптовалюты, который дает пользователям полный контроль над своими активами, поскольку закрытые ключи создаются и хранятся на локальных устройствах пользователей. Что касается структуры криптовалютного кошелька, то общее количество криптовалют для одной криптовалюты 28 миллионов пользователей. В то же время количество пользователей криптовалютных кошельков меньше, чем самих криптовалют. Согласно данным исследованиям, более 70% существующих криптовалютных кошельков, например, из-за того, что они потеряли доступ к кошельку или же хранятся в криптовалютах. Между тем, многие владельцы криптоактивов имеют несколько криптокошельков различных типов, кроме того, существуют криптокошельки для хранения цифровых активов. Факторы преимуществ обмена криптовалют – это комиссия за транзакцию, заказ токена в сервисах QRP, STO и EO, затраты на успех Launchpad. Проблема относится к государственным нормативам. В ближайшее время все существующие обмены цифровой валюты будут соответствовать требованиям, предлагаемые цифровой группой по финансовым предприятиям. Сегодняшние требования к функциям обмена цифровой валюты не являются обязательными. В основном они включают регистрацию участников и информирование о подозрительных транзакциях на платформе. Некоторые правительства определяют действия по регулированию обмена криптовалютой. Законодательная система США предлагает следующие требования. Во-первых, пользователи должны быть идентифицированы. Во-вторых, биржи криптовалют должны информировать правительство о транзакциях на сумму, превышающую 10 000 долларов. В-третьих, информация о сделках должна храниться биржей. Исследователи использовали статистику, согласно которой, по их словам, в 2017 году биржа криптовалют заработала почти что 2 миллиарда долларов. Эта прибыль включает только затраты. В-четвертых, биржи криптовалют должны информировать правительство о подозрительных сделках. В-пятых, правительство имеет право конфисковать фиатные и криптовалютные активы, которые должны были быть получены незаконным путем. В-шестых, пользователь, который покупает или продает на сумму более 3 000 долларов, должен быть подтвержден. В эпоху бустерого технологического процесса практические выгоды имеют исключительно важное значение. Идея, лежащая в основе амбициозного проекта для постквантовой эпохи, родилась после создания потенциальных угроз и воздействия мощностей квантовых вычислений, которые представляли реальную угрозу глобальному миру технологий блокчейн. Kuba Exchange был создан с самого начала с целью противостоять опасностям, которые представляют в будущем. Убдительные меры безопасности требуют большой работы. По мере того, как прогресс движется, они продолжают расти, и разработки, направленные на предотвращение возможностей бедностей, становятся очень популярными. Kuba выпустил первую тестовую версию блокчейна, которая устойчива к контрактам в 2018 году и с тех пор никогда не прекращала своих исследований, направленных на то, чтобы сделать криптографические пространства более безопасными и надежными. Основные продукты этого проекта – это квантовая устойчивая блокчейн-платформа QRP, предназначенная для СТО и квантовый обмен криптовалютой Kuba. И также панели запуска СТО и ИО. Ну что ж, на этом мой обзор подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все необходимые ссылки на эту платформу я, как всегда, оставлю в описании. А с вами была Криптопанточка, всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok